Добрый день дорогие друзья! Что же интересненького мы сможем с вами сделать сегодня? А пусть это для вас будет сюрпризом. Просто возьмите вот какую-нибудь подобную консервную баночку. У меня банка из-под томатной пасты, возможно это будет банка из-под детского питания или чего-то подобного. И загрунтуйте ее. После того, как грунтовочка высохла, я возьму наши молды. Хочу остановиться на бордюрчиках. Мне кажется, это будет интересно. Возьму бордюр вот такой формы. Молды силиконовые, очень удобные, прочные, разнообразные, как вы обратили внимание. И если вас заинтересовали наши молды, то вы можете пройти по ссылочке, которая будет находиться внизу ролика. И обратите внимание, что вы можете выбрать из каталога любые номера и поставьте свой комментарий под этими номерами. С вами свяжутся и вы сможете оформить заказ. Для работы я воспользуюсь самозатвердевающей массой. У меня масса DAS. Вы можете взять любую массу, которую привыкли работать. Заправляем ее в молд и получаем оттиск. Теперь мы вынимаем наш бордюрчик. Получаем вот такой красивый элемент. С обратной стороны смазываем его клеем ПВА. Обычный строительный клей ПВА. Теперь приклеиваем к донышку консервной баночки. Вот таким образом. Сильно не жмите, чтобы не сбить рельеф. Из парочки других молдов я сделаю с помощью этой же массы элементы листик, птичку и розу. У нас получится такая сказочная композиция соловей и роза. Все помнят сказку Андерсона? И вот эту композицию мы также на клей ПВА приклеим на нашу баночку. Элементы высохли, хорошо приклеены. И, конечно же, нам снова нужно прокрасить уже вместе с элементами всю работу. Я красить буду опять-таки в светлый цвет. Вот такой вот бежевый. И теперь все, что нам осталось, это взять кусочек поролоновой губки, либо губки для вытья посуды. Знаете, она уже даже подрезана будет. И поместить в нашу баночку. Ну и завершающий штрих. Это, конечно, мы пройдемся воском, золотым, металлизированным по всем выступающим частям работы, придавая вот такой вот роскошный ампирский вид. Ну вот и готово. Набор белошвейки, соловей и роза. Субтитры сделал DimaTorzok